Ну, давайте, наверное, начинать. Кто-то еще подсоединится, я думаю, через... Ну, давайте, да. Я начинать буду все равно достаточно медленно. Так что есть надежда, что те, кто подсоединятся позже... Ну, давайте я объявлю, что сегодня выступает Михаил Николаевич Вялый с докладом о проверке выполнимости алгебраических формул над полем из двух элементов. Михаил Николаевич, вам слово, пожалуйста. Да, я надеюсь, мой экран виден, да? Да, все видно. Ага, отлично. Квадратик, а, все, квадратик ушел, все. Квадратик ушел. Это у меня какие-то проблемы с зумом. Он чего-то неправильно определяет, какие-то окна их пугаются. Ну, вроде бы ушло, да. Значит, ну, я начну с некоторого введения, что, собственно, о чем, собственно, будет идти речь. Ну, и начну, по-видимому, с определения... Так, почему у меня не листается, интересно. А, вот теперь листается, очень хорошо. Да, вот теперь листается. Начну с определения алгебраических формул. Ну, это довольно стандартная вещь. Но я напомню для тех, кто, может быть, забыл или не знает. Алгебраическая формула – это просто-напросто корневое дерево, в листьях которого написаны переменные и константы из поля. Формула всегда определяется каким-то полем. Ну, не обязательно полем, на самом деле, можно над любой алгебраической структурой. Ну, наиболее распространенный случай именно формула над полями. Дальше – это листья. Во внутренних узлах, внутренние узлы размечены арифметическими операциями сложения и умножения. Ну, вот тут на рисунке есть два узла умножения и один узел сложения. Входящая степень внутренних узлов может быть произвольной. То есть я рассматриваю формулы, где можно одновременно выполнить сложение или умножение любого количества аргументов. Это мне будет удобно, потому что меня больше всего будут интересовать формулы конечной глубины. Глубина – это, на самом деле, путь от максимальной длины, от листьев к корню. Ну, вот здесь нарисована схема глубины 2, хотя есть одно ребро, которое прямо идет в корень, но мы берем максимальный путь. И такая формула, естественно, вычисляет некоторую функцию. Если мы будем в качестве переменных использовать элементы поля, то, выполнив предписанные арифметические операции, мы в корне получим некоторое значение. Это и есть значение функции, которое вычисляется данной формулой. Взятие обратного не предполагается в узлах? Нет. У нас будут целые алгебраические выражения. Значит, и вот, собственно, две задачи, о которых я хочу говорить. Ну, первая – это, собственно, та, которая в заголовке прямо доклада. Я ее условно обозначил «АЛКСАД», потому что «САД» – это обычно обозначает сдачей выполнимости. Что такое сдача выполнимости? Ну, как-то задана функция, обычно булевая, но не обязательно. И нужно узнать, выполнима ли она, то есть, есть ли набор аргументов, на которых функция принимает значение, отличное от нуля. В данном случае входом является алгебраическая формула. Можно задавать булевые функции разными способами, получаются разные, вообще говоря, задачи. И вот задача, которая нас интересует, ну, точнее, ее ограничение, я чуть позже уточню, она как раз имеет вот такой вот вид. Вход – это формула, и нужно узнать, есть ли выполняющий набор значений перемен. И у этой задачи есть двойник, более успешный и популярный, задача, которая называется PIT, polynomial identity testing. Она определяется, на самом деле, для какого-то поля, то есть, поэтому я поставил индекс F, потому что, вообще говоря, задачу можно определить для любого поля. И вопрос немножко другой. Задана, опять-таки, алгебраическая формула, и нужно узнать, верно ли, что она задает ноль. То есть, что функция, которая вычисляется этой формулой, она является нулем как многочлен над этим полем. Ну, на всякий случай поясню, что равенство нулю функции, равенство нулю многочлена – это разные вещи. Ну, тут вот я привел самый простой пример. Нас, прежде всего, сегодня интересует поле из двух элементов, поэтому и пример в поле из двух элементов. Значит, если мы посмотрим на многочлен X квадрат плюс X, ну, его можно записать по разному формулой, но ясно, что это произведение, X умножить на X плюс 1, и эта формула невыполнима, потому что у нас всего два возможных значения – 0 и 1. Один из умножителей обращается в 0. Но как многочлен, это многочлен X квадрат плюс X, он совершенно не нулевой, поэтому вообще, говоря, это разные задачи. Ну и, как я уже сказал, задача PIT более успешна. Я чуть позже вернусь, когда вернусь к задаче выполнимости, попробую объяснить, почему так. А PIT занимались очень много. За последние 20 лет было огромное количество работ про эту задачу. Она трудная, но в каком смысле нужно пояснить. Значит, в некотором смысле она, наоборот, простая. А именно, для нее существуют эффективные вероятностные алгоритмы. Ну, давайте я напомню определение. Значит, вот мне, собственно, сегодня будет нужен только класс РП и его дополнение. Значит, что значит, что язык принадлежит классу РП? Это означает, что есть вероятностный полиномиальный алгоритм, то есть работающий за время полинома длины входа. И если слово двоичное принадлежит языку... Да, алгоритм вероятностный, поэтому на каких-то шагах он подбрасывает монетку. В результате ответ алгоритма, он не детерминирован. Есть некоторая вероятность получить единицу. И вот если слово принадлежит языку, то эта вероятность не меньше, чем одна вторая. А если не принадлежит языку, она строганная. Это такой совсем эффективный класс вероятностных алгоритмов с односторонней ошибкой. Ну и в сущности с практической, да и с теоретической точки зрения вероятностные полиномиальные алгоритмы следует признать эффективными. Потому что у нас есть простые и достаточно дешевые способы генерации случайных битов. То есть это все можно прям в реальном компьютере делать, если есть нужда. Ну а есть еще и псевдослучайные генераторы. И там отдельная сложная история вообще. Расширяем ли мы класс, когда добавляем случайность к обычному терминированному нумеальному алгоритму. Это не столь очевидно на самом деле. И про PIT известно, что если мы можем эффективно выполнять арифметические операции в поле, ну я определил эту задачу для произвольного поля, поэтому могут быть сложности просто с самим выполнением операций. Но если они выполняют за премиумиальное время, то задача PIT принадлежит к ОРП. КОРП это означает, что односторонняя ошибка в другую сторону. То есть алгоритм, он никогда не ошибается, если на чем действительно равен нулю. А вот если он не равен нулю, у него есть небольшая вероятность ошибки. Ну, не больше, чем одна вторая. На самом деле она может быть сделана сколько угодно маленькой. И я сразу поясню, откуда берется вообще этот алгоритм. Он очень простой, основан на несложном алгебраическом утверждении, которое называется Лемма Шварца-Зиппеля. Там есть еще несколько вариантов написания. Есть какой-то третий человек, которого я сейчас не помню. Но само утверждение настолько простое, что его, конечно, переоткрывали все, кому оно было нужно. Значит, о чем идет речь? Пусть у нас есть многочлен с коэффициентами в поле F, ненулевой многочлен. Степень этого многочлена пусть будет D. И есть некоторое подмножество элементов поля S. Давайте возьмем наборы у нас многочлен от N переменных. Вот будем подставлять вместо этих N переменных элементы S, причем все варианты равновероятны. То есть мы просто выбираем из Декартовой степени S конвентой, выбираем случайно и равновероятно какую-то точку. Так вот, вероятность того, что в этой точке в начале равен нулю, а в начале, я напомню, ненулевой, она не выше, чем степень начиная поделить на количество элементов в этом множестве S. Соответственно, если поле, скажем, это поле рациональных или действительных чисел, то есть бесконечное, у нас вообще никаких проблем нет. Определим степень, выберем очень большое множество S. Допустим, числа целые в интервале от 1 до N, до какого-то очень большого, N большого. И тогда у нас получится, что числитель мы контролируем, а знаменатель можем сделать какой угодно. Вероятность ошибки будет очень маленькая, потому что это и есть вероятность ошибки. Многочлен не нулевой, а мы ткнули в какую-то точку, он ноль. То есть алгоритм очень простой. Вычисли значение многочленов в случайные точки. И лема гарантирует, что результат получится хорошим. Ну, поскольку я все-таки говорю про поле из двух элементов, кто-то уже, может быть, заметил, что буквальное применение этой лемы для поля из двух элементов имеет ту досадную проблему, что поле из двух элементов в НОСТВС тоже может содержать не больше двух элементов, а степень может быть больше. И как тогда быть? Ну, это трудность известная. Надо просто перейти к расширению поля. Расширение поля – это поле, которое содержит данное поле в качестве подполя. И поле из двух элементов, его можно расширить до поля из два степени К элементов, где К, в общем-то, более-менее произвольное число. Ну, если К, если нас устраивает работа в течение времени полином от К, то это можно сделать эффективно. А если К совсем большое, там, двоичная запись только дана К, ну, тогда нужно вероятностные алгоритмы для построения полей использовать. Ну, поскольку нас интересуют вероятностные алгоритмы, то с этим тоже нет проблем. В общем, я эти детали опускаю, это хорошо известная вещь. А дальше задачу PIT много изучали, потому что интересовался вопрос трандомизации. Существуют ли детерминированные полимерные алгоритмы для решения этой задачи? Ответ до сих пор неизвестен. И даже в достаточно простых случаях люди не умеют это делать. И, более того, даже довольно простые случаи оказываются более-менее эквивалентными общему. Ну, давайте вернемся теперь к задаче выполнимости. Все-таки у меня основная цель рассказать про задачу выполнимости. И меня будут интересовать формулы малой глубины. Как я напомню, как я уже говорил, что глубина – это максимальная длина пути от корня в лист формуле. Ну, давайте посмотрим на формулы глубины 1 и задачу выполнимости для них. У этих формул бывают два вида – сигма-формулы и пи-формулы. Вот сейчас на слайде сигма-формулы. То есть операция сложения. Ну, это просто-напросто такие формулы вычисляют линейные функции, и проверка выполнимости, конечно, для них тривиальна. То же самое и для пи-формул. Пи-формулы – это когда на верхнем уровне мы применяем умножение. То есть мы получаем произведение переменных. В случае поля из двух элементов умножать на константу смысла нет. Что либо 0 получится, либо ничего не изменится. Тоже тривиально. Если перейти к формулам глубины 2, становится чуть сложнее, но не очень сложно. Значит, сигма-пи-формулы. Я продолжаю вот эту классификацию. Первое имя – это верхний слой, потом нижний слой, потом уже идут переменные константы. То есть сигма-пи-формулы – это суммы произведений переменных. Ну и вообще говоря, можно добавить константу, но да, можно. И проверка выполнимости, опять-таки, получается очень простой. Нужно просто сократить все подобные члены. То есть если у нас такую формулу два раза входит x1 умножить на x2, то по модулю 2 такое выражение всегда дает 0. А плюс r равняется нулю, по поле характеристики 2 даже не обязательно избуха или 0. Поэтому мы все посокращаем лишнее и сравним остаток, то, что осталось, с нулем. Если 0, то формула невыполнима, если не 0, то выполнима. Это хорошо известный факт в теории булевых функций, что любая булевая функция однозначно представляется умножаемым Жевалкиным. Но давайте теперь посмотрим на еще более сложный случай – пи-сигма-формулы. Пи-сигма-формулы – это произведение линейных функций. Теперь уже добавлять константу в сумму вполне имеет смысл. Когда я говорю линейная функция, я подразумеваю неоднородную линейную функцию. То есть может быть свободный член. Тем не менее, выполнимость таких формул тоже проверяется в полиномиальное время. Почему? Чтобы произведение не равнялось нулю, оно должно равняться единице. А когда оно может равняться единице? Когда каждый из саммножителей равен единице. Мы в поле из двух элементов. У нас возможные значения 0 или 1. Если есть хотя бы 1, 0, то все плохо. В противном случае каждая линейная функция должна принимать значение 1. Ну и мы получаем систему линейных уравнений. Системы линейных уравнений решаются эффективно. Это все знают из базового курса линейной алгебры. На всякий случай уточню, что в поле из двух элементов работает все то же самое. Скажем, алгоритм Гаусса работает. То есть можно делать все вычисления, которые нам нужны на элементарном уровне. Ну и сразу скажу, потому что мне это, в общем-то, понадобится, что если мы посмотрим на те наборы значений переменных, я буду для краткости говорить точки, на те точки пространства н-мерного координатного пространства над полем из двух элементов, в которых PCMA-формула обращается в единицу, это то, что вызывает афинное пространство. По определению, это просто множество решений системы линейных уравнений. Обязательно однородно. Но с геометрической точки зрения, это бывает удобно представить себе геометрические, это действительно как прямая в трехмерном пространстве или плоскость, ну или в большей размерности что-то большее. Теперь давайте перейдем к формулам глубины три. Здесь уже начинаются трудности. Если мы посмотрим на PCMA-P формулы, то есть произведение сумм произведения переменных. Ну и в сумму может входить константа. Это задача НП полная. Она, разумеется, принадлежит НП, потому что всегда можно подставить выполняющие наборы, проверить. И доказательство очень простое, стандартная классическая сдача три выполнимости, то есть дана КНФ, в которой конъюнкты содержат по три литерала, то есть переменные лихотрицания, и нужно проверить ее выполнимость. И это есть простая сводимость. Я думаю, что, что, может быть, спросить у кого-нибудь из участников, почему так? Уже довольно долго говорю, пора проверить, не потерял ли я слушателей. Может кто-нибудь из слушателей объяснить, почему такая сводимость имеет место? Ну, наверное, конъюнкция – это будет произведение на верхнем уровне, я так думаю. Ну да, конъюнкция и произведение – это одно и то. Да, каждая дизъюнкция каким-то образом на сумму можно заменить. Ну да, возьмем просто соответствующую полевую переменную и запишем для нее полином Жигалкина. В полиноме Жигалкина количество слагаемых не больше, чем 2 в степени количества переменных. А, мы используем то, что там только 3. Да, тут существенно, что это именно 3 выполнимость. То есть я поэтому и свожу задачу 30. Часто она бывает удобна именно вот из-за такого ограничения. То есть показано только, что любая абсолютно булевая функция представима как сигма-пи. Да, 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 совершенно верно. Ну, поэтому, отчасти поэтому объясняется слабый интерес к задаче выполнимости. Ну, уже формулы глубины 3 становятся NP-полными, меньшие формулы, они как-то тривиальны. Тут вроде бы ничего интересного нет, но на глубине 3 есть еще формулы, которые имеют вид сигма-пи-сигма, то есть суммы произведений линейных функций. И, в сущности, вот основной вопрос в моем сегодняшнем рассказе – это задача выполнимости для таких формул. Я уже довольно давно интересовался этой задачей, потому что мне казалось очевидным, что она должна куда-то примкнуть. Либо полимерный алгоритм почему существует, либо она трудная. Ну, разных людей спрашивал, никто мне не ответил. Ну, и кончилось тем, что я это придумал. Все-таки, что сделать? Ответ не окончательный, но близкий к окончательному. А именно, я утверждаю, что эта задача принадлежит все тому же классу РП. То есть у нас есть вероятностный алгоритм, который на выполнимых формулах с вероятностью больше 1 и 2 говорит, да, формула выполнима, а на невыполнимых с вероятностью 1 говорит, что формула не выполнима. И этот вот случай почему-то я не смог найти в литературе. Не знаю, может быть, кто-то из как раз слушателей меня подскажет. Я уже статью, конечно, в журнал написал, и рецензент тоже не нашел, но мало ли. Это, в принципе, могло быть сделано 30 лет назад точно, 40 фактически лет назад. Сейчас вы увидите, почему я говорю 40, потому что рассуждение не очень сложно, но использует одну достаточно нетривиальную лилку, которая известна с 86-го года. Ну, давайте посмотрим, как это сделано, как этот алгоритм устроен. Я сейчас опишу вероятностный алгоритм. Он получает на вход формулу вида сигма, пи сигма. И давайте я сразу, мне дальше понадобятся всякие обозначения, давайте я сразу зафиксирую. Это сумма пи сигма формул, то есть слагаемых будет на верхнем уровне S. Мне удобно зафиксировать это обозначение. И каждая слагаемая пи сигма формул, то есть произведение каких-то линейных функций. Что мы делаем? Вначале мы заводим такую матрицу. Мне понадобятся некоторые вспомогательные конструкции. Давайте рассмотрим матрицу, у которой 2 в степени N строк и S столбцов. И на пересечении X строки и этого столбца просто стоит значение соответствующего вот этого многочлена P и этого от X. Вот такая матрица из нулей и единиц. Ничего в ней сложного нет. Единственное, что она большого размера. Это так надо держать в уме. Еще мне понадобится обозначение для единичного вектора. Через такую ажурную единицу я обозначаю вектор, состоящий из этих единиц, вектор столбец. Мне дальше будет удобно различать строки и столбцы. Это обозначение. Вот первый шаг алгоритма. Давайте выберем случайный базис в нашем пространстве. Точнее, не в нашем пространстве, а в двойственном. То есть выберем случайный базис в пространстве строк длины N. Их, естественно, N, вот какой-то случайный базис. Это можно сделать. В общем-то, я не вдаюсь в детали, но я думаю, всем достаточно понятно, что это делается легко. Нужно выбрать случайный ненулевой вектор первый, потом взять какое-то пространство, например, ротагональное дополнение к нему. Ты хочешь, чтобы равномерное распределение на базис? Да, я хочу, чтобы было равномерное распределение. Ну, собственно, на самом деле, кстати, дальше, может быть, если до этого дойдет, ну так сомневаюсь, но если дойдет дело до совсем технических деталей, есть еще такой способ строить случайный базис. Давайте просто строить последовательность, случайную последовательность векторов. И будем включать в базис первый вектор, который увеличивает размерность этого множества. У нас в какой-то момент, мы уже сколько-то векторов построили, у этого множества есть какая-то размерность линейной оболочки. Вот если следующий вектор увеличивает эту размерность, мы его в базис включаем. То есть такой процесс, который, вообще говоря, может идти очень долго, но он с вероятностью единица заканчивается в законечное время, и даже в запределинальное время с очень небольшой ошибкой. Но можно на самом деле, конечно, построить случайный базис и более прямолинейно, то есть выбирать элементы. Сейчас, а почему у нас, ну, полиномиально у нас этот алгоритм будет работать? Ведь вот в конце, например, когда мы будем выбирать последний вектор, то вероятность будет равна 1 делить на 2 в степени n где-то, потому что у нас пространство остается линейное. Да, согласен, согласен. Ну, нет, нет, на самом деле, конечно, нет. У нас вероятность успеха 1,2, прошу прощения. Значит, если у нас все предыдущие векторы лежат в n-1 в мирном пространстве, то у нас там 20 в степени n-1 векторов, поэтому с вероятностью 1,2. Но, в принципе, процесс может затянуться, поэтому, поскольку я утверждаю про РП, это не очень хорошо, мне хотелось бы все-таки, чтобы у меня не было вероятности сломаться в этом месте, поэтому нам надо действительно как-то объяснить, как строить случайный базис. Да, это я не подумал, что тут... Миша, Миша, а почему тебе это не нравится? Если мы, скажем, n попыток будем проводить, то с экспоненциально малой вероятностью ошибки мы будем находить на каждом шаге очередной вектор? Ну, я выпендрился и написал, что принадлежит РП, там должна быть нулевая вероятность в одном случае, а у меня сразу возникает экспоненциально маленькая вероятность ошибки. Это, конечно, можно устранить на самом деле, но сейчас подумаю. Нет, тебе же вряд ли нужно было ровное равномерное распределение. Если мы в случае ошибки будем выдавать стандартный какой-то базис, ну, у тебя будет чуть сдвинутая. Да нет, на самом деле, конечно, никакой сложности нет. Предположим, мы уже построили К линейно-независимых векторов. Нам нужно выбрать вектор, который не принадлежит подпространству, порожденному этими векторами. Но это достаточно легко сделать. Мы можем просто подходящим образом занумеровать все векторы и выберем просто первый в этом порядке. То есть давайте сделаем линейное преобразование, чтобы эти векторы стали единичными. Ну, и тогда возьмем вот вектор, который там... А, нет, нам нужно зафиксировать с самого начала порядок. Так тоже, конечно, нехорошо. У нас базис не обязательно ортогональный. Базис не обязательно ортогональный, базис какой угодно. Поэтому хотелось бы, да, хотелось бы здесь некоторой четкости. Тебя интересует среднее время, полимемиальное. А если ты хочешь, чтобы в худшем оно было, полимемиальное, тогда это в принципе невозможно. Да ладно, да ладно невозможно. Сейчас объясню, почему. Конечно, возможно. Потому что у тебя множество исходов, это не степень двойки, его мощность. А раз он не степень двойки, то равномерное распределение за конечное время там вообще никак не получить. Ну, тоже верно. Значит, про РП я немножко соврал. Точнее, я, конечно, не соврал, но там надо аккуратнее рассуждать, да. В общем, ладно, давайте остановимся на том, что экспоненциально маленькую вероятность ошибки я допускаю. То есть в моей теореме там не ноль, а экспоненциально маленькая величина. Мы в какой-то момент должны остановиться. Ну, или потребовать, что среднее время работы полиномиально, тогда это, конечно, тоже будет верно. Ладно, я прошу прощения, здесь я слегка промахнулся, да. Значит, тут есть тонкости, и вот правильно Коля сказал, а действительно, поскольку у нас надо равномерно выбирать из множества, которые не образуют, мощность которого не степень двойки, то совсем точно мы это сделать не можем, и какая-то вероятность ошибки у нас будет. Ладно, значит, пойдем дальше. Допустим, случайный базис мы выбрали равномерно. Теперь мы делаем следующее. Мы заводим, у нас была большая матрица с большим количеством строк и небольшим количеством столбцов. Теперь мы заводим небольшое количество, а именно n плюс 1, строк длины 2 в степени n. Что это такое? Это, по сути дела, булевые функции. Вот тут вот написано определение. Итая такая строка, в х-овой координате, у нее единица, если точка х принадлежит под пространство, которое задается вот такими уравнениями. То есть х ортогонален первым и вектором из выбранного базиса. Тогда мы ставим единицу. В противном случае мы ставим 0. Ну, в этом определении не очень понятно, что делать, когда и равняется 0. Тогда мы считаем, что у нас просто всюду стоят единицы. Такое вполне естественное соображение. И это строки, как я уже сказал. И теперь мы делаем следующую вещь. Мы со всеми построенными строками выполняем такую операцию. Вычисляем произведение этой строки на нашу матрицу n и на единичный вектор столбец. И если хотя бы один раз при каком-то и получилась единица, мы выдаем ответ, что формула выполнена. А если у нас при каждом и дается 0, получается 0, то мы даем ответ, что формула не выполнена. Ну, вот такой вот алгоритм. Значит, давайте посмотрим, сколько он времени работает. Ну, про выбор случайного базиса мы уже подробно поговорили. Но тут есть еще один нюанс. Так-то он, конечно, полигменное число действий выполняет. Но в качестве элементарного действия я указываю вычисление такого произведения, где вообще говоря, объекты большого размера. И почему вообще это возможно? Ну, тут не очень сложно. Значит, чтобы вычислить произведение длинной строки на вот нашу матрицу n и на короткий столбец, мы вначале перемножаем строку на нашу большую матрицу, получаем короткую строку и дальше умножаем уже на единицу обычным способом. Потому что s у нас ограничена длиной входа, потому что количество слагаемых. Как вычислить такое произведение? Ну, давайте напомню, что ошитая строка у нее, иксовая координата равна единице, тогда и только тогда, когда x ортогонален первым и базисным вектором. А что же будет стоять после умножения на нашу матрицу? Калий, ты не собираешься объяснить смысл этого? Смысл ведь в чем? Видимо, мы что, берем случайное афинное пространство, линейное пространство, да? Ну да, мы... Да, но на самом деле совсем случайным линейным пространством я не умею. Лемма, на которую я опираюсь, она вот строит вот такой флаг случайный и утверждает что-то именно про флаг. Значит, в том смысле умножения на этот вектор ошитое. Можно как-то объяснить? Ну, да, можно, конечно, объяснить. Значит, ну давайте... Смотри, если там норик... Давайте я прокручу вот сюда. А, Миш, ну я понял. Прокрути вначале на тот слайд, где у тебя написано было определение. Вот здесь, да-да-да. Значит, мы ставим нолик, если х не лежит в этом пространстве, да? Да. Таким образом, мы просто, видимо, складываем. Ну вот давайте посмотрим сюда. Что мы делаем? Чтобы умножить строку на матрицу, мы должны перемножать строку на столбце этой матрицы. То есть, вот давайте возьмем катый столбец и перемножим строку на столбец. Что у нас получится? В строке у нас записана индикаторная функция некоторого подпространства. А в столбце что записано? Да тоже индикаторная функция, но только афинного подпространства. Вот тут оно явно написано на слайде, что ПКТ от х равно единице. То есть, это количество решений уравнения в афинном подпространстве, в линейном подпространстве. Да, то есть, в афинном, потому что у нас пересечение афинного с линейным. И нам нужно, в сущности, когда мы будем суммировать, нас будет интересовать только четность числа единиц. То есть, нам нужно посчитать вообще, конечно, сколько там единиц, потом взять четность. Ну, а сколько единиц, вот это вот пересечение, это тоже афинное пространство. Пересечение афинное пространство. А P, K, T это разве сумма у нас? P, K, T это у нас вот такая вот вещь, только тут она и обозначается. Ну хорошо, это же P, S, это произведение суммы. Да, правильно, но если мы посмотрим на таблицу значения этой функции, то это в точности индикаторная функция некоторого афинного пространства, когда P, S равна 1. Да, да, да. Когда каждая линейная функция равна 1. Да. Ну вот, значит, и мы получаем, сколько в этом афинном пространстве точек? Ну, 2 в степени D, где D размерность пространства, потому что у нас поле из двух элементов. А найти размерность, это опять-таки методом Гаусса, например. Ну, в общем, методами линейной алгебры какими-нибудь мы, естественно, найдем размерность пространства и вычислим это значение. Извините, а ЛХ вроде может быть даже пустым, потому что пересечение Афинного с линейным? Может быть пустым, тогда будет ноль. А, ну вас волнуется, что я написал 2 в степени D. Да, значит, может так случиться, что оно пустое, и тогда количество в точек в нем ноль. Да, это, я прошу прощения, это надо как-то было указать. Ну, ноль, если оно пустое, и 2 в степени D, если нет. Ну, значит, чему равна размерность пустого пространства нужно как-то определить? Давайте считать, что на минус бесконечность. Тогда эта формула тоже будет верна. Но в любом случае, когда у нас есть уравнение, мы можем определить, есть ли вообще решение и какова размерность пространства решений. То есть это все делается одним и тем же методом Гаусса. То есть вместо экспоненциального суммирования мы применяем метод Гаусса. Да, то есть нам не нужно экспоненциально суммировать. У нас есть хорошее представление у множества решений, и мы можем его найти. Теперь, почему алгоритм корректен? Это более интересный вопрос. Значит, смотрите, давайте вот это вот выражение посмотрим на него по-другому. У нас же произведение матрицы ассоциативно. Давайте посмотрим умножение нашей матрицы М на единичный вектор. Так вот, выполнимость формулы равносильно тому, что такое умножили, получили какой-то очень большой столбец длинный, и он должен быть не ноль. Почему? Просто этот столбец, это и есть таблица значений нашей функции f, задаваемой этой формулой. Ну, что мы делаем? Мы для каждого х вычисляем у нас там в строке стоят значения всех слагаемых в точке х. Ну, и мы складываем их по модулю 2. Таким образом, по сути дела, выполнимость это проверка вот такого условия, что наша матрица умноженная на вектор из одних единиц дает не ноль. Но если она дает ноль, то есть если формула невыполнима, то, конечно, после этого на какую строку вы слева не будете умножать, то все равно останется ноль. Поэтому вероятность ошибки ноль. А если... Миш, у тебя все-таки получается односторонняя ошибка, как ты видишь. Неважно, какое там было распределение, а тут всегда будет ответ «нет», ну, что она невыполнима. Да, но проблема в том, что если мы не закончили выбирать базис, какой нам ответ сказать? Ну, какой-то фиксированный базис. Стандартный. А, какой-то фиксированный базис, да, ну да, да, согласен. Можно так выкрутиться, просто взять стандартный базис, выдать ответ для него, и эта ошибка останется односторонней, а на вероятность ошибки в случае выполнимой формулы это повлияет очень слабо, потому что мы добавили одну точку к вероятностному пространству большому, поэтому там мало что изменится. Согласен. Ну, давайте посмотрим, что же все-таки в случае выполнимой формулы. Это более интересно, потому что здесь-то, конечно, хорошо. Ну, представьте, что это этот длинный столбец, то есть фактически таблица значений нашей формулы не ноль, и мы теперь хотим, вот скажем, если мы возьмем просто случайное подпространство, вот как предлагал Верещаев, с какой вероятностью будет не ноль? А черт его знает. Не очень понятно. Значит, если с большой вероятностью, то можно было бы так и сделать, и все. Но вот выбор базиса и вот этих вот такого флага, то есть подпространства, он оказывается существенным в силу следующей теоремы. Давайте я пока вот объясню обозначение. Значит, S это просто множество единиц нашей формулы. Оно не пустое. Мы сейчас рассматриваем случай выполнимых формул. И тогда, оказывается, есть общая теорема, которая совершенно не зависит от того, что у нас там сигма-пи-си формула, просто для любого подмножства булево-куба, не пустого, и случайно выбранного базиса, верно следующее, что вероятность того, что пересечение этого множества с соответствующим подпространством флаги, ну то есть вот с множеством тех икс, которые ортогональны первым и векторам. Вот для какого-то и мы рассматриваем вероятность того, что для какого-то и пересечение нашего множества с таким подпространством содержит ровно одну точку. Это еще называется лемма об изоляции. Мы изолируем одну из точек нашего множества, которая, вообще говоря, может быть большим. Ну так вот, эта вероятность больше, не меньше, чем одна вторая. Вот, собственно, это нам и нужно. Почему? Потому что, смотрите, если, что такое, вот это вот, это элемент поля из двух элементов, что это такое? Это четность как раз вот этого самого эсита. Посмотрите, у нас s это множество единиц, то есть это вот те места в векторе m1, где стоят единицы. И мы умножаем на индикаторную функцию какого-то подпространства. Значит, результат это просто четность пересечения. Множество наших единиц, которые я как раз с обозначил, и нашего подпространства. Но, если такое и существует, в этот момент у нас точно получится единица, потому что эсита это и есть пересечение, то есть оно точно нечетное. Нам могут пригодиться и какие-то другие случаи, когда это пересечение нечетно. Но в нашем случае такого не бывает, потому что у нас афинное подпространство, на самом деле качество множества с выступает. Но в общем случае может быть так, что это нижняя отсылка на вероятность успеха. Ну вот, в общем-то, и все. Это я рассказал основной результат. Теперь, поскольку у меня еще есть сколько-то времени, давайте я тогда прокомментирую немножко дальше. Это в сущности все, как вы видите, не очень сложно. Нужно было просто догадаться использовать лямовый лентопозирание и с 1986 года всякий это мог сделать. Но почему-то вот эта задача выпала из внимания, из поля зрения. Не знаю почему. Ну и я мог это сделать первый раз еще в 90-е годы задался таким вопросом. С тех пор, конечно, в любой момент мог применить лямовый лентопозирание, но не стал почему. Хорошо. Значит, давайте посмотрим. А, ну вот я хотел еще одну вещь сразу сказать. Алгоритм очень простой, но, может быть, он обманчивый вопрос. Давайте посмотрим, почему мы не можем применить этот алгоритм к сигма-пи-сигма схемам. Ну, казалось бы, нам важно, что сверху стоят суммы, когда у нас в столбце будут стоять пи-сигма-пи, индикаторные функции пи-сигма-пи. И вообще сигма-пи-сигма-пи это уже НП, значит, у нас бы получилось вообще, что НП вложено в РП. Замечательный результат. Все были бы удивлены очень сильно, но алгоритм не работает. Вопрос, почему? Потому что у нас сумма будет значительно более сложных функций. У нас были раньше суммы пи, сигма, которые связаны были с этим. Да, да. Для вычисления вот этого большого скалярного произведения раньше нам нужно было просто посчитать размерность афинного подпространства. А теперь нам нужно находить четность количества единиц вот этой вот самой пи-сигма-пи-формулы в афинном подпространстве. А это уже сложная задача. Она не проще подсчета четности количества единиц в 3-кнф. Я напомню, что пи-сигма-пи это с легкостью моделирует нам 3-кнф. И одно из афинных подпространств совпадает со всем пространством, поэтому в сущности в частном случае нам нужно просто уметь определять четность количества выполняющих наборов для 3-кнф. Но эта задача сложная. У нее есть, она принадлежит такому специальному классу, который обозначается вот как это, ну в техе это называется О плюс П. Перитепи. Перитепи, да, вот перитепи это называется словами. Значит, это не то же самое, что НП, это некоторый другой класс, никто не знает, совпадает он или нет с НП, но все верят, что этот класс сложный, в общем, тут можно углубляться в структурную теорию сложности, но все верят, что этот класс сложный, то есть это вот уже, так сказать, аргумент, что у нас ничего простого не выйдет, потому что для Перитепи никаких полиномиальных алгоритмов нет и не предвидится. Так что да, тут вот оказывается такой вот пограничный случай, где неожиданно срабатывает вероятностный алгоритм, ну вот так получилось. Ну хорошо, давайте обсудим все-таки, раз есть время, давайте обсудим, что делать дальше. Извините, Перитепи это не то же самое, что решетка Пи? Нет, решетка Пи это вообще функциональный класс, там вычисляются функции, решетка Пи дает количество выполняющих наборов для некоторого НП-предиката, а Перитепи дает четность этого набора предикатов, поэтому четность это 0 и 1, поэтому мы можем по-прежнему оставаться определять языки, а в случае Шарпи мы должны определять уже функции. Там есть естественное продолжение Шарпи, которое называется Пи-Пи, где берутся разности двух Шарпи-функций и сравниваются с нулем. Но это отдельная история, там в общем я не хочу в нее сильно углубляться, там есть знаменитые теоремы, связывающие эти классы между собой, но мне просто важно было пояснить, что это трудная задача в общем, то есть шансов, что она решится вот так, нет. Хотел я немножко подробнее сказать про дерандомизацию, но дерандомизировать буквально Лему-Вейлента-Вазирани конечно невозможно, если С это произвольное подножище, то у нас всегда есть такое препятствие, что это прожжение пространства экспоненциальной размерности в пространство полимеральной размерности будет иметь ненулевое ядро и все плохо. Но для дерандомизации конкретно этой задачи нам такое не нужно. Дерандомизация это построение терминированного алгоритма, который решает ту же задачу, но до какой-то степени исходя из исходного алгоритма. Тут возникают интересные вопросы, значит, вот, например, недетерминированный вариант конструкции. Давайте попробуем, вообще забудем про эффективность, так, недетерминированно попробуем выбирать подпространство, так, чтобы, ну, какой-то фиксированный набор подпространств, вот сколько там, м штук, и так, чтобы для любой сигма-пи-сигма схемы мы фиксируем, сколько у них слагаемых верхнего уровня, так вот, вычисляемая функция отличная от нуля, это равносильно тому, что по одному из этих подпространств суммит, функция тоже дает не ноль. Понятно, что если получился не ноль, то функция уже отличная от нуля, и если вообще по всем подпространствам ноль, то это, конечно, то же самое, что ноль, а вот мы хотим взять какое-то небольшое количество тестовых подпространств. Ну, вот обозначим это минимальное m через h ns. И вопрос, верно ли, что h ns полиномиально зависит от ns. Ну, вообще, если верить в знаменитую теорему адерандомизации, должно быть верно. Если мы будем все-то случайным генератором строить базисы, вот для того алгоритма, который я рассказал, то у нас появится полиномиальное количество базисов и полиномиальное количество соответствующих подпространств, и их должно быть достаточно. Потому что в противном случае мы ну, как бы проверим теорему, а теорема не верна только при очень экзотических предположениях. То есть, в общем, скорее следует ожидать, что ответ здесь должен быть полиномиальный. Но мне абсолютно я не вижу способа это доказать. На самом деле задачи такого типа, они довольно сложные. Более простая задача такого типа рассматривалась Алоном с авторами Абе, Алон, Бандейра. Они это назвали Boolean Classification Problem, привязали к машинному обучению. Не знаю, насколько осмысленно, но там возникла интересная комбинаторная задача, такой вариант кодов. И в сущности там даже конечно не было речи в афинных пространствах, и можно просто сразу сформулировать некоторую комбинаторную задачу. вот давайте зафиксируем вообще какое-то множество, необязательно индикаторные функции под пространством, просто какое-то подмножество пространства большой размерности. И мы хотим теперь построить такой тез на то, что сумма с векторов из этого множества равна нулю. Тез такой, мы хотим найти матрицу, одну матрицу для всего множества, чтобы умножение на эту матрицу, на сумму с слагаемых давало ноль, тогда и только тогда, когда вот эти вот векторы сами равны нулю. Ну понятно, что если они равны нулю, то умножение на матрицу на любую даст ноль, но мы хотим такую волшебную матрицу, одну для всего множества, чтобы это было равносильно. Ну и в нашем случае просто вот это х большое, n большое это 2 в степени n, буквально частный случай вот этой общей комбинаторной задачи. И как ее решать, я не знаю. На самом деле хотелось бы верить, что можно такой вопрос и в некоторых других ситуациях так получается свести к каким-то слабым моделям вычисления коммуникационной сложности, к разрешающим деревьям, к чему-то такому, для чего мы умеем доказывать нижние оценки, но если мы докажем в нашем случае, повторяю еще раз, если мы в нашем случае докажем сверхполиномиальную нижнюю оценку, то мы как бы сразу скажем, что БПП не равно П, и это будет иметь такие очень тяжелые последствия для теории сложности, там некоторые очень естественные гипотезы окажутся невероятные. В это, конечно, трудно поверить, но с другой стороны, придумать такую матрицу полиномиального размера, неважно, пусть сложно будет это вычислять, давайте пожертвуем эффективностью, но просто придумать матрицу хоть какую-нибудь, потом уже можно попытаться придумать эффективно вычислим, чтобы скалярные определения эффективно вычислялись, но вот тут совершенно непонятно, но такая интересная задача, может быть, кто-то найдет время над ней подумать. Что я еще хотел сказать? Во-первых, я хотел объяснить, то есть, моя вторая часть объясняет, что, хотя я остановился и говорю, трансмонизация вроде бы затруднена, но тем не менее, если пытаться строить какие-то сложные примеры, формул, это тоже не очень получается. Я сейчас приведу три случая, так, не очень даваясь подробности, которые покрывали все, я пробовал разные конструкции и ничего, что не покрывается тремя случаями, придумать не удалось. Первый случай очень простой. Допустим, у нас сумма π-сигма формул и степень просто константа. То есть, в каждое π-то входит какая-то константа множителя. Тогда все вообще просто, мы должны раскрыть скобки и привести подобные, раз их там константы, это будет полименальное количество сладаемых, и получим равносильную симмопи-формулу, про которую мы уже все умеем делать. А второй случай в каком-то смысле двойственный. Давайте представим, что у нас произведения линейных форм, которые задают π и т от х, они обращаются в единицу на пространстве очень маленькой размерности, тоже какой-то константы размерности. Тогда я утверждаю, что тоже все очень просто. Почему? Потому что у нас всего два в степени d вот точек, где обращается каждая слагаемая в единицу, а слагаемая х... Скажи еще раз, что такое литэ? Литэ это в точности те точки, на которых и т слагаемая в формуле обращается в единицу. Вот. И мы считаем, что размерность фиксирована. Например, равна 1, тогда можно представить такой граф в этом пространстве. Но честно, что этих точек мало. То есть, если d это константа, два в степени d это тоже константа, и у нас получается, что всего вот столько точек и все. Вот. Но это два простых случая, хотя они тоже при попытке придумать сложные примеры возникают. Ну и, наконец, в чуть более сложных примерах оказалось, что срабатывает еще одна идея, которая, вообще говоря, неэффективна, но иногда бывает эффективна. Ну, тут часть слушателей участвовала в курсе дискретной математики и знают, что я люблю формулу включения и исключений по модулю 2, хотя, может быть, конкретно эти слушатели ее и не доказывали, всегда задача со звездочкой была. Я сейчас объясню, что это такое. Пусть у нас есть булевые функции, количество к штук. Я из них составляю сумму по модулю 2, то есть, функция f равна отчетности числа единиц наших объектов. Я хочу как-то определить количество единиц вот этой вот f. Оказывается, это очень удобно сделать, если заменить более переменные. Вместо 0 и 1 рассматривать плюс-минус 1. Тогда получается вот такая замечательная формула. Чтобы перейти к плюс-минус 1, к линейной преподаванию, нужно писать единица минус 2f. Тогда если f 0 и 1, то вот такое выражение будет в прямом значении плюс-минус 1. Ну, а во что перейдет сумма по модулю 2? Она перейдет в произведение знаков. Поэтому у нас есть вот такая красивая простая формула. И дальше мы можем, когда мы хотим посчитать сумму единиц, мы должны поставить еще слагаемое. Но что существенно, мы можем раскрыть здесь скобки, привести подобное и получить формулу, которая по сути дела не отличается от формулы включения и исключений. Только здесь нам нужно брать произведение f и то. Ну, и как и формула включения и исключений, у этой формулы есть такой недостаток, что слагаемых много, 2 в степени k. То есть тем не менее может так случиться, что у нас в нашей формуле встречаются только такие афинные подпространства, которые слабо пересекаются. То есть если мы возьмем любые q из них, то их пересечение пусто. И тогда соответствующие слагаемые в этой формуле попадают. Они становятся равными. Ну, или нас интересует только когда пересечение не пусто. И вот это уже довольно частая ситуация при попытке построить какие-то интересные примеры постоянно упираешься в то, что вот эта глубина пересечения оказывается конечной. Чтобы она была какой-то произвольной, нужно как-то постараться. В общем, интересных примеров я не знаю. Так, чтобы привести какой-то пример и сказать, что смотрите, тут ничего не ясно. Вот. Значит, это что касается премиумиально разрешимых случаев. Теперь давайте обсудим следующий вопрос. вот про PIT я сразу формулировал как задачу над произвольным полем, а здесь только над полем из двух элементов. Почему так? Ну, во-первых, давайте вспомним Лему Шварца Зиппелем. Если количество элементов в поле больше, чем степень нашей формулы, то проверка выполнимости и проверка неравенства нулюмного члена просто совпадают по полеме Шварца Зиппелем. То есть для достаточно больших полей эти задачи на самом деле совпадают. Ну, в частности для бесконечной. Почему может быть задача выполнимости она так слегка осталась в тени, потому что, ну, кажется, что PIT это то же самое, это более естественный вопрос, все-таки спрашивать про многочлен, а не про функцию. Но что же делать все-таки в случае малых полей? Тут возникают трудности. Давайте вот вспомним еще раз алгоритм и посмотрим, какие могут быть трудности. Ну, первая трудность надо обобщать Лему Виллианта Вазираника. И оказывается, что хотя это выглядит сложным, но эта трудность отчасти преодолима. Значит, можно проделать те же самые рассуждения, которые содержатся в классическом доказательстве, модифицировав их под поле из Q элементов. Ну, все то же самое, строим случайный базис, берем пересечения, в общем, мы для любого множества можем изолировать точку с единственным ограничением. Значит, изолировать мы не сможем, если мы рассматриваем только линейное подпространство, мы заведомо не сможем, допустим, у нас поле хотя бы из трех элементов, тогда у нас уже будет прямая, проходящая через ноль, на которой лежат две точки, вот их мы изолировать никак не сможем. Тут выхода в два, либо нужно переходить к афинным подпространством, либо просто наше множество поднять, добавить еще одну координату, чтобы у нас не было таких точек, то есть от произвольного множества перейти к множеству, в котором на каждой прямой лежит не больше одной точки. и вот после такой модификации она на самом деле существенно только в базе индукции Лема Вейлента в Азиране, а шаг индукции он меняется слабо, там меняются формулы, потому что там у нас было два элемента, теперь Q, и на самом деле в случае двух элементов получается константная оценка, одна, вторая, а в случае произвольного поля Q оценка будет уже зависеть от Q, причем зависеть будет плохо, но во всяком случае мне не удалось придумать лучше, чем экспоненту, то есть оценка типа там Q в степени минус Q, что-то в таком духе. Я ее аккуратно не выписывал, но видно, что функция не будет зависеть от N, будет зависеть только от Q, то есть если поле Q фиксировано, то это нас устроит, если поле Q не фиксировано, то не очень понятно, но с другой стороны, когда мы ставим задачу, у нас есть фиксированное поле, и зависимость от числа элементов поля, она для нас несущественна, мы считаем, что это некоторая конструкция. То есть в общем с этим дело обстоит сравнительно неплохо. На самом деле, как я уже говорил, достаточно в общем-то более слабого условия, чтобы сумма нашей формулы по подпространству не равнялась нулю, и даже по Афинному подпространству, но как оценить вероятность этого, я не очень понимаю, это интересная задача, собственно, я ее несколько раз пытался решать, у меня ничего не вышло, пока я не сообразил, что Лена Вейленда в Азиране позволяет не бороться с произвольным пространством. Скорее всего, вероятность достаточно большая для произвольного пространства. Было бы очень странно, если бы было не так, но тут я вот оказался слаб, не смог придумать хорошего рассуждения, которое будет достаточно интересный опять-таки вопрос, если кому-то захочется это сделать, это тоже само по себе интересно. Но есть еще вторая проблема. Нам нужно суммировать по некоторому пространству. Я напомню, у меня значение Пи Сигма это столбцы матрицы, мне нужно их умножать на строки и как-то, ну, то есть, фактически суммировать по некоторому линейному пространству. Это то же самое после линейной замены, что суммировать некоторые Пи Сигма по некоторому заданному пространству. И как это делать, вообще говоря, не очень понятно. Казалось бы, там какие-то возможности есть, но так сразу не сходится. И ответ, быть может, несколько неожиданный, он такой. Нет эффективного алгоритма. Нет в таком обычном смысле. Тут непонятно, а почему мы опять не можем методом Гаусса посчитать размерность подпространства? Потому что у нас уже не индикаторная, в столбце матрицы у нас уже стоит не индикаторная функция, а таблица значений π-сигма на члена, а там не только нули и единицы. А на самом деле, оказывается, это немножко удивительно, что если мы возьмем даже поле из трех элементов, то уже задача выполнимости π-сигма формул над полем из трех элементов является mp-поле. И уж, конечно, просуммировать, ясное дело, что это не проще, чем проверить на ноль. Ну как, на самом деле, не вполне очевидно. Там опять-таки вот все эти parity π, в данном случае не parity, но в общем-то более-менее так ясно, что у нас уж она mp-полная, то вряд ли удастся и суммировать. Вот это несложный результат, который у меня еще 10 минут есть, я хочу как раз им и закончить. То есть получается так, что не только σπ-сигма формулы являются таким пороговым случаем, но и поле из двух элементов является пороговым случаем. Самое маленькое поле из известных простым людям. Сложные люди знают поле из одного элемента, но тут я не берусь ничего комментировать. Всем более-менее известно, что поле из двух элементов. А если вот чуть-чуть поле увеличить, уже становится плохо. И причина этого, в общем-то, очень проста. Давайте я прежде всего объясню, почему поле из двух и из трех элементов различаются. Вот смотрите, если у нас поле из двух элементов. И мы знаем, что какая-то линейная функция не равна нулю. Мы тогда определенно знаем, что значение этой функции в такой точке равно единице, потому что у нас всего два элемента. Раз не ноль, значит единица. А вот если у нас поле из трех элементов, и какая-то линейная функция в какой точке не равна нулю, то значение функции в этой точке уже может быть два. Плюс один или минус один. И из-за этого возникают проблемы. Потому что у нас возникает, ну, некоторая комбинаторика, перебог. Потому что что значит проверить выполнимость вот такой формулы? То есть мы берем произведение линейных функций. Ну, когда произведение обращается в ноль? Когда один из со множителей обращается в ноль? А когда линейная функция обращается в ноль? Ну, на какой-то гиперплоскости. То есть нам нужно проверить, что вот заданный набор гиперплоскостей, тут мне тоже удобно использовать геометрическую интуицию, заданный набор гиперплоскостей не покрывает все пространство. То есть есть хотя бы одна не покрытая ими точка. Вот в ней как раз такое произведение будет отлично от нуля. На самом деле слово гиперплоскостей там было существенно. Известно, что если мы будем рассматривать покрытие афинными пространствами, пространством полем из двух элементов, то такая задача тоже инкополная. Это, ну, я нашел это в сравнительно недавней работе. Ну, там результат несложный. Ну, практически, как я сейчас буду рассказывать, там достаточно простая конструкция. Арвент и Гурусвами использовали задачу А4 раскраски. У меня будет другая известная задача на ESAT. Ну и, собственно, вот давайте я сейчас попробую объяснить, как устроена эта сводимость. Что такое вообще задача на ESAT? Ну, задача SAT – это выполнимость, а на ESAT – это немножко другая задача. Общее только то, что вход устроен так же. У нас входом является набор троек литералом. Литерал – это переменная или отрицание. Но теперь нас интересует не конъюнс этих наборов, а нас интересует, есть ли такой набор значений переменных, что в каждой тройке встречаются оба значения. И 0 и 1. Что на E – это сокращение NOT, ALL, EQUAL. То есть мы запрещаем для каждой тройки, чтобы значения всех трех литералов были одинаковыми. Вот это запрет. А все остальное разрешается. То есть конъюнсия таких более сложных предикатов, их, конечно, можно тоже записать в виде булевой функции, но я это делать не буду, мне это сейчас совершенно не нужно. Но это задача NP-полная, тоже достаточно известная и удобная во многих случаях для доказательства NP-полноты задача. Я ее буду использовать для доказательства трудности выполнимости P-сигма формулы над полем из трех элементов. Как я это буду делать? Ну, довольно естественная идея. Давайте для каждой переменной из входа на ESAT, X и T, заведем две новые переменные. Y и такой штрих Y, ну, черточка у меня Y. Хотелось бы сказать, что отрицание, но так не буду злоупотреблять. Отрицание все-таки довольно точный смысл имеет. Ну, вот некоторая такая дополнительная черточка Y. И строим формулу, которая состоит из двух, ну, формулу вида P-сигма, но она, произведение распадается в две части. Одна часть АИТЭ, всюду, конечно, мы рассматриваем линейные функции. Но вот первая часть будет контролировать, чтобы вот эти переменные принимали булевые значения. Ну, не совсем булевые, плюс-минус один, но это не важно. А именно, значит, если АИТЭ не равно нулю, то нам нужно, чтобы Y и T равнялась единице, а черточка Y и T минус единице или наоборот. То есть, вот нам нужно подобрать вот такой набор линейных функций, чтобы выполнялось условие. Как только АИТЭ отлично от нуля, вот выполняется, ну, точнее, АИТЭ – это не линейная функция, это тоже произведение линейных функций. Извините, я оговорился. У нас произведение, произведение линейных функций. Но все это свернется, конечно, просто в произведение линейных функций. То есть, вот тут нам нужно в первой части вот такое. И это будет уже, понятное дело, у меня эта пара переменных должна кодировать переменную X и T, и выбор, ну, вот будет отвечать выбору значений переменных X и T. Какое именно, неважно, в силу специфики сдачи на ESAT, если мы инвертируем значения всех переменных, то набор по-прежнему будет удовлетворять условиям на ESAT или не удовлетворять. Ну, и вторая группа этих вот формул, она отвечает вот за что. Тут у меня, ну, это даже, наверное, не опечатка, просто шрифт такой плохой. Тут J, конечно, рассматривается. То есть, если житое произведение B не ноль, то тогда в соответствующем наборе литералов, а может быть, и как-то, но очень похоже, тут J, конечно, должно быть, не все литералы одинаковы. И это я сейчас совсем сразу объясню, это совсем просто. Просто нужно взять сумму соответствующих литералов. Ну, что значит сумма соответствующих литералов? У нас во входе на ESAT написано либо икситое, либо отрицание икситое. Икситое я заменяю на икситое, а отрицание икситое на штрих икситое. Вот эти вот обозначения, они выглядят громоздко, но это просто указание на то, что мы используем либо икситое, либо штрих икситое. Не штрих, а черточка икситое. И действительно, когда вот такая штука будет равна нулю, при условии, что мы уже ограничили вот такими значениями переменными. Ну, только когда они все одинаковы. Потому что, смотрите, у нас нулевых значений нет, значит, тут стоит сумма трех плюс-минус единиц. Ну, как она может равняться нулю? Ну, естественно, только если три единицы или три минус единицы. Потому что, если встречаются разные, они сократятся и останется что-то не нулевое. То есть, вот эта часть, она совсем простая. Ну, и эта часть не очень сложная. Сейчас я объясню. Тут ничего на самом деле сложного нет. Просто вот буквально запишем вот так. Конкретная формула. И давайте разбираться, почему она устраивает нас вот в этом смысле. Что, если вот эта формула не равна нулю, то значение y к этого, противоположное значению, черточка y к этого, и они не равны нулю. Ну, действительно, смотрите. Вот что означает неравенство нулю первого множителя? Что сумма переменных не равна минус единице. Это первый множитель. Раз не ноль. Каждый из множителей не ноль. Раз вот этот множитель не ноль, сумма переменных не равна минус единице. Второй множитель говорит нам, что сумма переменных не равна единице. Ну, поскольку у нас всего три элемента в поле, то значит что? Она должна равняться нулю. Другого варианта нет. Ну, и на этот случай у нас еще запасен третий множитель. Смотрите. Третий множитель говорит нам, что значение y к этого и... Черточка y к этого, они не равны. Потому что если они равны, это будет ноль. Но раз они не равны и при этом противоположны, то что это может быть? Ну, вот ровно два набора. Плюс один, минус один, минус один, плюс один. А зачем они, на мною же, они не равны? А чтобы не было нулей. Потому что, когда я использую вот эту вот формулу, мне существенно, что значения вот здесь не нулевые. Нет, я не понимаю, зачем добавлять третье произведение. Ведь вроде и так неважно. Ну как, ну тогда y и t может равняться нулю вместе с y и t штрих. Это тоже противоположно. Сумма равна нулю, даже если оба слагаемых равны. То есть, этот случай надо убить, потому что он будет нам мешать вот в этом месте. Но он убивается легко. То есть, вот, в сущности, на этом доказательство закончено. Ну и да, видно, что уже... Ну так, я уложился во время, но пора заканчивать. В общем, спасибо за внимание. Я, в общем, то хотел, то сказал. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Ну да, вот что-то там... У меня вопрос. Можно ли вернуться еще раз к лиме Шварца-Зиппеля? Там вот просто, мне казалось, как будто бы вот такое множество s. Это множество всех. Это какое-то множество элементов поля. Это множество элементов поля именно, да? Да. Или не самих комбинаций? Нет-нет, именно элементов поля. То есть, мы берем такой, ну, комбинаторный пролепипед или бокс, как его называют обычно в язычной литературе. Хорошо. То есть, декартовое произведение s. Ну, я понял, да. Но тогда кажется, что это, ну, немножко странно. Потому что мы можем... Казалось бы, эта вся задача лежит в РП, потому что мы можем случайную точку взять, проверить в поля. Получается, что мы, как бы, исходная задача PIT по лиме Шварца-Зиппеля будет в РП. Нет, она будет в КОРП, потому что, смотрите... Ну, то есть, в КОРП, да. Ну, так нет, я ровно это и утверждал. А. Хорошо. Задачи-то разные. Вот задачи выполненности, задачи PIT, они разные. То есть, в случае больших полей они совпадают, а если поле маленькое, в частности, поле из двух элементов, они начинают различаться. То есть, мы можем проверить случайные точки. Ну, смотрите, вот тут же еще вот было это замечание. Нам нужно брать точку не из самого поля, если поле маленькое, а из какого-то расширения. Вот смотрите, вот этот вот член, который написан, он же не просто так не равен нулю. В поле из четырех элементов он вполне себе в некоторых точках таки не равен нулю. То есть, эта формула над полем из четырех элементов выполнима. Она невыполнима над полем из двух элементов. И когда мы применяем Лему Шварца-Зеппеля, мы в случае конечных полей, нам нужно гарантировать, что у нас здесь нам нужно вероятность оценить все-таки как-то сильно, но там это множество S должно быть хотя бы в два раза больше, чем степень. А степень может быть вообще говоря, какую угодно. Отдельный вопрос, если у нас не формула, а схема, я поэтому предусмотрительно ограничил формулами. Со схемами тут еще сложнее, если поле конечное. Но там тоже можно, можно построить соответствующее расширение. Вот я говорил, там вероятность еще возникает. Ну а что касается выполнимости, это отдельная проблема. Но с другой стороны, какие интересные случаи схем, которые, нужно, как говорят, маленькая глубина, если мы можем замоделировать и сигма-пи формулу схемой, то уже и все там. То есть схемы в этой задаче не очень интересны. Ну и поля, как вы видели. Я, в общем, практически не сомневаюсь, что для любого поля тоже пи сигма-выполнимость НП полна. Просто там нужно повозиться, там написать более сложные формулы. Особенно, если поле все-таки достаточно. А нет, если поле фиксированное, да, конечное, то, конечно. А, сейчас. А если поле конечной характеристики, но само по себе бесконечное. А, ну тогда пиатий работает. Нет, пиатий там будет работать в случае любого бесконечного. То есть там пиатий будет просто равносильно выполнить. Так что да, у нас поле нужно считать фиксированным, поэтому... Более-менее прямолинейное обобщение той конструкции, которую я рассказала, тоже возможно. Больше множителей просто добавлять в эти выражения, все примерно так же получится. Так, есть ли еще вопросы? А есть такой небольшой технический вопрос. Вы будете эту статью публиковать именно в письменном формате? Если да, то где, когда, как найти? Да, статья сейчас лежит в проблемах передачи информации. Она, собственно, уже принята в печать, но вот почему-то не печатают. А в электронном виде? В электронном виде пока нет. Нет, я поленился написать для архива соответствующий текст, но если там еще сколько-то времени это продлится, я, может быть, все-таки выложу на архив. Ну и тогда презентацию можно будет посмотреть после окончания? А напишите мне, я вам могу просто выслать презентацию. Давайте, давайте, хорошо. Никаких секретов. Нет, да, в статье, кстати, вот этого последнего, что я рассказывал, НП «Полнота в случае поля» из трех элементов нет. Но я, в общем, понимал, что это скорее всего верно, но уже, когда готовился к докладу, проверил, что действительно там все получается. В общем, мне не хотелось перегружать, что еще одним простым доказательством. Хорошо, значит, да, то есть... На всякий случай записи всех докладов выкладываются на сайте лаборатории, на сайте семинара, то есть можно и запись тоже пересмотреть будет, если интересно. Ну да, но тут, кстати, хорошо бы их как-то более регулярно выкладывать, потому что довольно типично, когда у меня студенты спрашивают, я потом Дине говорю, что вот это самое. Какую задачу. Есть определитель, и элементы матрицы – это полиномы. Равен он нулю или нет? Что про это известно? Ну, это частный случай ПИАйТи, только тут, конечно, получается так, что определитель на самом деле можно и формулой задать. Ну, поэтому в частном случае ПИАйТи есть вероятностный алгоритм, а если детерминированный, никто не знает. Ну, понятно. Конкретно про эту задачу, про определитель, даже, по-моему, есть специальные результаты, что если ее хотя бы грандомизировать, то уже что-то... Ну, там все результаты типа хаджина-средина или шаг умрет, или шаг умрет, или там иерархия схлопывается, или есть сложные функции, сложные формулы. В общем, противоречия получать не удается, но удается написать набор условий, каждое из которых выглядит малоправдоподобно, что одно из что-то должно выполняться. То есть одна из естественных сложностных гипотез должна нарушаться. Вот там про определитель даже, по-моему, есть какой-то специальный результат, я его сейчас не помню. То есть они есть про ПИА-ИТ, почему, собственно, на ПИА-ИТ все так накинулись. Там история такая. Вот, наверное, все знают, что в начале века было придумано предпринимательный алгоритм проверки простоты тремя индусами и индейцами. И они потом стали оглядываться и думать, что бы им еще такого сделать, чтобы народ ахнул. И увидели эту задачу, ей немножко занимались, ну, не так интенсивно. А тут Агровал написал статью, в которой объяснил, почему эта задача важна. И потом там они накинулись, там и Саксея, он хорошо поучаствовал там. Ну и куча еще народу. В общем, постепенно эта задача так стала очень популярной. То есть такая высокоценимая задача современной теоретической информатики. С определителями непонятно. Непонятно. Ну, вообще, на самом деле, определитель – это же универсальная функция. Более-менее любую схему можно представить в виде определителя. Я точный результат не скажу, но есть там какой-то результат о том, что если у вас есть… Ну, про формулу. Про схему логебраическую не буду утверждать. Про формулу. Если есть логебраическая формула, ее можно представить, это старый результат вэльянта, как значение определителя от как раз линейных функций от перемен. То есть вообще любую формулу можно так представить. Вэльянту это было зачем-то нужно. Я сейчас уже не помню зачем, но такая лемма у него есть. Ну да, поэтому определитель – это, в общем-то, общий случай. Я имел в виду не определитель, я имел в виду другой вопрос, связанный с этим. Вот есть матрица, у которой… Ну, не так. Есть подпространство, пространство матрицы. И спрашивается, есть ли в этом подпространстве невырожденная матрица. Вот это вот более частная задача. И она действительно интересна, просто потому, что не так легко подбирать нетривиальные подпространства матриц, которые состоят только из вырожденных матриц. Ну, то есть там есть несколько естественных серий, которые тут же приходят на ум. Ну, и люди придумали несколько более сложных серий. Но, как бы, на трудность вычислительную это не тянет, потому что, как каждый такой пример, некоторые достаточно конкретные конструкции, их легко отследить. А в общем случае, непонятно. Опять-таки, можно считать определитель, но ограничение на это подпространство. То есть это получится формула, но это PIT, то есть вероятность на алгоритме есть, а можно ли его дородализировать, никто не знает. Ну, что ж, спасибо большое тогда. Если больше вопросов нет, то предлагаю завершать. Ну, да, наверное, уже пора завершать. Спасибо. В следующие две недели Николай Константинович будет выступать. Да, послушаем. Это будет более интересно, но и более трудно, потому что теорема, конечно, зубодробительная. Ничего не скажешь. Ну, посмотрим. Может быть, что-нибудь поймем. С другой стороны, Николай Константинович умеет понятно объяснять. Ладно, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.